Эпи дня, заходи, я заходи, Нахи-ФМ, начни день весело. А вот это уже интересно, названы самые часто забываемые молдавскими туристами вещи в отеле. Совесть. Первое. Второе совесть. Второе. И третье тоже совесть. В список, на самом деле, вошли различные предметы гардероба. Это вечерние платья, нижнее белье и украшения. Очень интересно, в вечернем платье, когда ты идешь, и там только песок, там только пляж, и там только бассейн. Ну, обязательно надо красиво фотки делать, чтобы Галя с фотками попросила. Также о Духае еще забывали. Игрушки для возрослых. Это что, то самое? Водительские права, профессиональную фотоаппаратуру, алкоголь, чаще домашнее вино. Знаешь, вот эти бутылка гурок и нарулы. Зарядное устройство для телефонов, электрогриль и мини-радио. Вот интересно, что люди с собой, ну, во-первых, мини-радио, чтобы слушать хит-фм, главный радиостанк, конечно. В Турции там, да. По поводу того, что берут с собой алкоголь, чаще домашнее вино. То есть люди, ну, допустим, они летят в отель, где все включено, где алкоголь есть. И они такие думают, не, мы выпьем все, что там есть, нам по-любому нужно будет еще дополнительно. Вот настолько они настроены серьезно. Я не понимаю, да, у меня тоже были такие ситуации, когда реально там все включено в Турции. Подходит ко мне молдаван, который во мне признал молдаванином. И я не знаю, вот, что, как работает в его голове, какая вспышка происходит. Он, он бахардезин. Но, братан, но, тут все, все, что угодно есть. Я не хочу этого сейчас. Тем более из бутылочки гурок и нарулы. Да, еще раз, зачастую, ну, люди, вот, я знаю, насколько, ну, в Молдове, молдаване, которые отдыхают за границей, русские, которые отдыхают за границей, украинцы, которые отдыхают за границей, они очень, ну, не хотят видеть своих соотечественников. Там они, ну, хотелось бы как-то, чтобы мы не пересекались, как будто бы достаточно их и дома. Все верно. А у меня есть, кстати, знакомый, который всегда уезжая за границу в Турцию обычно, то он возвращается домой в плюсе. Да. Ты знаешь, о чем я говорю? То есть, да, то есть, я всегда поражаюсь с того, что, например, вижу у него халаты, реальные, большущие, махровые халаты. Я вижу у него вот это, стаканы разные, большущие, прям из-под пива и все. И спрашиваю, там написано, и все такое, говорю, слушай, откуда тебе? Как, в смысле, что за вопрос странный? Ты что, типа, ну, чуть ли я уже дебил после этого. А, он думает, что если все включено, это значит и воровство тоже включено. На самом деле, так делать нельзя. Я максимум, что брал, это вот когда там был шведский стол, завтрак. И я немножко брал себе на обед. Ну, немножко, там, килограмм, там, несколько еды какой-то. Если это не в чемодан, который отправляется в Молдову, то это нормально. Единственное, что я брал, то это грушу для своего ребенка. Это было зимой. И когда я прилетел, то груша была расквашенная. Ну, зато ты постарался порадовать ребенка. Зато не махровый халат. Попытка не пытка. Это, ребята, на ХИТ-ФМ.